Приветствую вас. Скажу сразу, что я не читал ответы своих коллег. Это я скажу сразу. Не читал я их, потому что, ну, это было бы достаточно долго и нерационально, да? Вот. Я предлагаю вам исходить из того, чего хотите именно вы, для себя. То есть, если, предположим, вы хотите с этим мужчиной быть, если, предположим, вы, ну, действительно рассматриваете его как серьёзного кандидата на роль своего будущего мужа, вот, да? Хотя это не хорошо, потому что вы познакомились в интернете, зазваниваетесь только, но ни разу вживую не виделись. То есть, здесь очень легко может быть элемент идеализации, когда при реальной встрече, например, вы в нём разочаруетесь, или реальной встречи так и не будет, потому что мужчина будет бояться, что в реальной встрече вся вот эта вот идиллия, да, она разрушится. Ну и назараживает немного то, как вас воспринимает мужчина, молодой человек, как он вас воспринимает, в том плане, что он говорит, что теперь у тебя есть новый друг, возможно, даже будешь будущий муж. То есть, уже человек претендует на какой-то семейный статус, при том, что он вас, ну, в общем-то, как непосредственно партнёра, да, даже не знает и не видел. Потому что всё-таки приписка и созванивание это совсем не то. Поэтому, я думаю, что здесь нужно изгодить из того, чего хотите вы. Если вы воспринимаете его всерьёз, то, соответственно, изгодите из своей гендерной позиции. То есть, как мужчина должен, по вашему мнению, себя вести, как мужчина должен, по вашему мнению, поступать, как мужчина должен, по вашему мнению, проявлять свою активность, свою заинтересованность в вас и так далее. Вот. Это если вы его действительно воспринимаете всерьёз. Вот. А если вы не воспринимаете его достаточно всерьёз. То есть, если это всё-таки, ну, если вы понимаете, что слишком большой риск того, что у вас ничего не выйдет, да, ничего не получится, ничего вы не сможете построить, если вы это понимаете, если вы отдаёте себе в этом отсчёт, то тогда в таком случае я рекомендую вам, ну, немного на него надавить, ну, чтобы посмотреть, собственно говоря, чтобы посмотреть, что вообще мужчина может предложить, да, вот, надавите на него и увидите, готов ли он реально что-то делать. Потому что пока, кроме слов, да, кроме слов, его больше, в принципе, ничего и нет. И это, конечно, подозрительно, очень подозрительно, подобно. Вот. И, в общем, вполне можно предположить, что мужчина просто устраивает то, как обстоят дела сейчас, да, и большего он, в общем и целом, не хочет. Вот. Ну, это позиция не всех, конечно. Вот. Это позиция не каждого. Но, тем не менее, довольно частенько так бывает. И вам нужно себя от этого, конечно, уберечь. Ну, и подумайте, чего хотите вы, и посмотрите, удовлетворяет ли мужчина ваше желание или нет. То есть, заявите ему о том, что хотите вы, и посмотрите, если он действительно будет идти навстречу тому, чего хотите вы, то, значит, серьезно относится. А если нет, то, значит, не серьезно. Вот. Я думаю, так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Пока. Пока. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok